Глава шестая. Личность алкоголика. Личность алкоголика полна противоречий. Алкоголик – это подросток со старческим взглядом на жизнь. Это профессиональный обманщик, которого легко провести. Это законченный эгоист, который не любит себя. Это вечная душа компании, которая вечно одинока. Это герой, на которого нельзя положиться. Наконец, это человек, который не боится смерти, потому что боится жизни. Список этих парадоксов можно продолжать долго. Все дело в том, что в личности алкоголика присутствуют две особи. Как бы это ни звучало безумно, но это именно так. Вообще, мы уже говорили о том, что алкоголизм – это именно безумие. Первые личности разные, с разным детством, разными интеллектуальными способностями, разными мировоззрениями и так далее. Зато вторая личность у всех больных одинакова. Это крайне важно понимать, потому что часто приходится видеть, как больной, порой совместно с такими специалистами, начинает копаться в своем детстве, в социальном окружении, в воспитании, для поисков причин алкоголизма. Как правило, эти поиски заканчиваются только созданием очередного алкогольного алиби с безысходными выводами. Ах, вот оно что! У меня же было неправильное воспитание, но вернуться и поменять-то уже ничего нельзя, поэтому и начинать ничего не стоит. Дело все в том, что та самая вторая личность, болезнь, могла посетить кого угодно, вне зависимости от вероисповедания, места жительства и истории поколений. Она не росла вместе с больным, не училась, не зарабатывала уважения в обществе. Это действительно паразит, который поселился в этой душе и теперь заставляет себя кормить. Вторую личность врач знает очень хорошо. Она ни в коем случае не должна восприниматься как проявление индивидуальности. Я повторюсь. Алкоголизм – это существо из иного мира, где отсутствует мораль. Там нет понятий добра и зла. Именно поэтому бесполезно договариваться с болезнью. В том мире нет потребности в ближних. Там каждый сам по себе и всем остальным – волк. Это мир абсолютного одиночества. Там никто никому никогда не поможет. Никого не простит и не попросит о помощи. Единственной ценностью того мира является удовольствие. Не в том понимании, в котором иногда это произносят люди, а удовольствие как единственный, абсолютный и сверхценный идол. Это некий кайф, который захватывает сознание полностью, не сопровождает события и мысли, а руководит ими. Служение ему и есть не только единственная цель, но и логика, и смысл. Понятие награды лишнее. Наградой является отсутствие боли. Вторая личность может показаться примитивной, но только на первый взгляд. Во-первых, для манипулирования ситуацией мнениями не только больного, но и окружающих будет задействован интеллект самого больного. Во-вторых, она умеет ждать. Там другие представления о времени, неважно, неделя, месяц, год или десятилетие. Этот демон бессмертен, торопиться ему некуда. Он уверен в том, что своего дождется. В-третьих, то, что очевидно для нас, совсем не так в том мире. Сила может быть использована как слабость, уверенность будет перевернута с ног на голову. Есть утверждение, что алкоголизм – это болезнь умных и волевых. Отчасти это верно, но не в том смысле, что все умные и волевые должны стать алкоголиками, а в том понимании, что больному придется задействовать ум и волю для обслуживания своего хозяина. Ситуация действительно парадоксальная. Многие удивляются, как такой сильный человек мог попасть в такую кабалу. Ответ прост. Вторая личность никогда не приказывает прямо. Она всегда стоит как бы со спины, прорастает, в первую растворяется в ней. Человек начинает воспринимать те желания, мысли, ощущения, как свои собственные. Он постоянно сталкивается с проблемой «почему я хотел одного, а потом перехотел?». Мы привыкли всему находить простые объяснения. Так легче, и поэтому они найдутся. Часто приходится видеть поверхностность суждений алкоголиков, каким-то странным образом сочетающегося с любовью к резонерству, теоретизированию. Очевидно, обсуждение темы настолько эмоционально напряжено и мучительно, что хочется или перескочить ее, или увести разговор в сторону. Наиболее типичным ответом на вопрос «нужна ли вам трезвость?» является «вы хотите меня подшить?». Кажется, что если задашь вопрос «почему вы отвечаете вопросом на вопрос?», получишь в ответ «а зачем вам это надо?». Как правило, после второй-третьей фразы приходится слышать «ну все, короче, вы ничего не можете, у вас нет ничего конкретного». Иногда после этого следует долгий рассказ об архетипах, ферментах, исторические ссылки. А когда спрашиваешь «к чему вы все это мне рассказываете?», видишь искреннее удивление «как? Вы так ничего и не поняли?». Представьте себе человека, который пришел в магазин и в ответ на вопрос «колбасу покупать будете?», начинает говорить «так ведь у вас ее нет, а знаете ли вы, что такое колбаса?». Такое поведение при всей его нелепости самому больному кажется вполне логичным и уместным. Алкоголики – это очень обидчивые люди, готовые обидеть кого угодно. Про то, какие обиды наносят пьющие люди, понятно всем, но тем не менее мы поговорим об этом позже. А вот то, что алкоголик очень обидчив, понятно не сразу. Во-первых, не всегда понятен характер обиды. На какие-то кошмарные выходки пьяных друзей порой нет никаких обид, а на замечание соседки больной обидится совершенно откровенно. Во-вторых, даже если такого человека не трогать, он все равно найдет повод для обиды, будет обижаться даже на то, что показывают по телевизору. Складывается впечатление, что ему просто необходимо набраться каких-то обид, найти какую-то грязь для того, чтобы впасть в состояние эмоционального безумия. Такая легкая ранимость заметна даже самим больным. Они делают вывод, что они, тонко чувствующие натуры, удивляются толстокожести окружающих. Самым показательным проявлением обидчивости является постоянная готовность испытать праведный гнев. Гневаться больные любят, просто испытывают потребность в этом. А в гневе они всегда приходят к одному и тому же выводу – с такой жизнью как не выпить? Если человек не употребляет алкоголь, несколько месяцев и борется с алкоголизмом во всем мире, пишет гневные письма в правительство, ругается с пьяными во дворе, как правило, это значит только одно – скоро у него будет срыв. Парадоксально то, что при такой легкой ранимости больные показывают удивительное безразличие к тем, кого любят, даже к себе. Все меньше и меньше их трогают события в семье, им постоянно становится все равно, во что они одеты. Отношение к своему здоровью, как правило, полярное. С одной стороны, они любят говорить об артериальном давлении, желудке, почках, которые у них все время шалят. А с другой стороны, ничего не стоит выйти на улицу раздетым, пить суррогаты. Выйдя из запоя, многие пациенты начинают неистово лечиться, принимают препараты для печени, ходят в спортзалы, лечиться, закаляются. Складывается впечатление, что они очень берегут себя, но непонятно для кого. Описание парадоксов психики алкоголика можно вести очень долго, но все это никак не объяснит происходящего. Наиболее ясная картина получается в том случае, если предположить, что этот человек действительно двуличен. Причем сам себе в этом отчета не отдает. Его намерения вроде бы благие, но поскольку цель определил не он, именно этими намерениями и будет вымощена дорога в ад.